всем привет вы на моем канале вязание сегодня у нас вторая часть по вязанию худи мужского сегодня мы будем делать расчеты для тела я покажу как распределить узор на теле джемпера на теле свитера на теле этого худи будем пробовать индивидуально подбирать петельки для того чтобы у вас получилось ширина тела именно такая как вам нужно покажу как набирать петли на цепочку из воздушных петель потому что нам нужны открытые петли по краю и в общем будем работать сегодня с расчетами с телом джемпера в следующем видео уже будут рукава значит нам сегодня понадобятся образцы отвязанное постиранные и все что нужно с ними было сделать вы должны были уже сделать и понадобится также эскиз бумага для того чтобы сделать расчеты фломастера сантиметр я возьму вот такой крючок сейчас вам покажу подробнее его мне подарили здесь недавно вот такой вот крючок это adi дуэт два в одном да вот такой прикольный крючок кстати очень удобно на одной стороне у него головка крючка на втором острие как от спицы размере три с половиной спицы я вижу спицами четыре с половиной весь джемпер на весь свитер господи всю кофту и принципе это никак не влияет на то что мне как-то может неудобно петли набирать в общем вот эта штука очень удобно если у вас нет такого крючка скорее всего так есть то можно взять любой крючок у которого на конце вот здесь нет такой ручки да то есть любой ну старайтесь конечно взять и размер поближе к тому что у вас чтобы на конце был вот такой вот выход даже пусть не остро но хотя бы тупой до чтобы вы могли снять петельки набрать петельки с этой стороны крючком а снимать их с этой стороны если нет и такого то в принципе возможно и спицами набирать можно и с крючком с ручкой просто будете двигаться в обратном направлении в общем выход есть всегда поэтому поэтому не печальтесь значит дальше понадобится соответственно пряжа спицы ну и вдохновением я покажу вам сейчас готовое тело но конечно же у меня уже отвязано я покажу вам сейчас все подробненько и мы приступим к расчетам значит у меня отвязано все тело полностью вы думаю если смотрите следите за моим каналом вы уже видели это в отчете моем здесь у меня цепочка из воздушных петель это то что мы сейчас с вами сделаем в первую очередь до наберем цепочку из воздушных петель нужной длины поднимем из нее петли и распределим петли для узора уже по расчетам готовым которые сейчас вместе с вами сделаем и начнем вязание тела само вязание тела вы будете делать самостоятельно мы не будем ничего здесь снимать здесь особо снимать нечего нам главное понять как распределить узор до сколько где петелек какие петли как вяжутся ну а дальше все уже по готовым образцам то есть как вы вязали в образце соты так вы будете вязать соты и здесь на теле как вы делали перекрещивание в жгутах также вы будете вязать эти жгуты и на самом теле то есть дальше уже то что мы с вами делали нужно будет взять необходимую высоту у меня здесь петли в данный момент закрыты крючком но это не потому что так нужно сделать просто потому что я снимала работу со спиц для того чтобы мне было удобно и вам показывать в расправленном виде потому что я вижу на спицах с общей длиной тросика 60 сантиметров да то есть длина спицы общая 60 сантиметров это довольно мало при условии что я вижу на обхват больше ста то есть готовое изделие у меня будет больше 100 сантиметров обхвате и понятно что теперь для стянуто и это очень трудно показать поэтому ну вот смотрите вот спицы еще сколько здесь не вместилась в общем я закрыла петли постирала за одно тело свитера своего чтобы мне убедиться что у меня с расчетами все хорошо действительно все хорошо и после того как я сниму это видео я все петельки вскрою обратно одену на спицы и мне здесь не нужно по моему еще три ряда провязать по расчетам в общем это уже будет за кадром значит по свитеру по телу сегодня работаем только с телом значит нам в первую очередь конечно же нужно сделать расчеты и так для того чтобы нам сделать расчеты нам нужно понимать какая у нас будет какая у нас будет ширина нашего тела то есть обхваты те самые мерки которые мы с вами снимали в предыдущей части видео у меня обхват груди 106 сантиметров 105 106 где-то так я уже за честно не помню сколько сантиметров там давала значит если мы посмотрим сейчас сверху до представляем что мы связали уже тело и вот заглядываем внутрь без человека это будет выглядеть приблизительно вот так и обхват то есть длина вот этой всей линии где-нибудь от этой точки по кругу длина вот этого всего 106 сантиметров берем уже величину с сантиметрами на свободное облегание условно пока что мы представим что от одной черты до 2 то есть перед и спинка у нас должны вязаться одинаково да то есть какая-то часть здесь будут соты потом жгуты потом участки с дорожками из лицевой глади резинка условно 6 2 и в моем случае получилось так что у меня узор в ширину мою списался у меня участок сот дальше у меня два жгута да и вот здесь у меня вошли по одной дорожке лицевой глади на непропорционально нарисовалась и в общем здесь одна дорожка и здесь то есть узор в принципе симметричен по набору да как напереди так и спинки не факт что у вас получится так возможно у вас у меня здесь значит 6 лицевых да вот так допустим да вот этого упора здесь у меня 6 лицевых вот здесь у меня выпало так что одна изнаночная относится якобы к переду 2 к спинке то есть выпало вот эта дорожка из двух изнаночных на середину вязания одна из них относится к спинке 2 к переду по количеству петель я сейчас говорю не факт что у вас получится так возможно у вас вот эта черта которая условно разграничивает спинку и перед возможно выпадет на дорожку из лицевых петель потому что будем сейчас подбирать петли для обхвата да если у вас больше обхват на руде например 109 да вам нужно где-то отобрать вот эти три сантиметра ну или допустим 110 и тогда будем добавлять петли если петель понадобится меньше для того чтобы выйти на нужную ширину то мы конечно будем изощряться ухищряться и искать места для того чтобы вставить дополнительные петли для нужной ширины и так для того чтобы нам понимать мы сейчас условно возьмем половину вот этого обхвата одну черту я нарисую прямой линии и длина вот этой черты равна половине вот этого обхвата то есть 53 сантиметра вот здесь у меня 53 сантиметра длина вот этой черты это у меня условно или перед или спинка абсолютно неважно они у нас совершенно одинаковая потому что вяжем и мужское изделие да ну конечно если у мужчины накачанная какая-то накачанное тело хотя мне кажется что если мужчина накачанная грудь то у него и спина широкая довольно в общем обычно мужчина приблизительно это все одинаково я разграничу сейчас на мастер мои перестает писать значит что мы должны сделать в первую очередь мы должны вспомнить о том что я рассказываю в том видео в первом где мы снимали расчеты о том что пасе посередине вот здесь да какая-то часть это будут у нас а соты дальше мы вставим и вот здесь жгут и соответственно здесь тоже будут жгуты и последние вот эти участки мы будем добирать дорожками из лицевых и изнаночных петель значит что касаемо 100 я говорила о том что желательно я буду в расчеты вкладывать так чтобы вот этот участок сот панель было не меньше 22 сантиметров чтобы у нас соты выходили то есть крайние петли сот не выходили за в общем участок капюшона чтобы они не закончились вот на капюшоне на горловине до чтобы соты были до конца целые можно так сказать значит от этого и будем отталкиваться дальше нам нужен образец непосредственно самих сот значит что мы делаем но обыкновенные расчеты как и совсем у вас конечно же образцы помните за постиранное уже я надеюсь когда вы меряете образцы ни в коем случае не тяните их вот не натягивайте их вот так как образец высох вот я лично постирала образец я его очень сильно терла упорно чтобы как будто бы у меня здесь пятно и я его вот хочу замыть и не ужасно какая-то там кровя когда засохшая просто вот хорошо стираю свитер представляю что уже стираю свитера и когда я его ложила высыхать его просто расправила и вот как он лег так и лег и когда вы меряете свои соты вообще любой образец не нужно вот так вот тянуть полотно чтобы посмотреть максимально как это будет выглядеть да не трогайте можно немножко расправлять вниз чуть чуть совсем буквально вот да для того чтобы может быть как-то обезопасить себя от вытягивания полотна вообще изделия под своим весом потому что образец это 10 грамм к примеру веса свитера это уже 500 грамм больше 500 800 зависимости от размера поэтому я ну особо так вот не растягиваю это опять же никакое не золотое правило это просто из личного опыта как иногда делаю я значит сейчас когда мы будем замерять образец наших сот то сейчас мы вот здесь нарисуем это у нас соты и здесь у меня тридцать две петли на самих сотах участки изнаночной клади и кромочные петли мне в расчетах здесь совершенно не нужны и меряю я от выпирающей части сот до выпирающие и меряете вы не на самых крайних петлях не внизу и не вверху а где-то посередине значит у меня одна сотина каждая сотина 8 петель 1 2 3 4 32 петли 8 в одной сотене на 4 раппорта 32 петли у меня получается 13 и 2 сантиметра ширина от крайне лицевой до крайне лицевой по широкому участку не по узкому не там где петельки сошлись а по широкому 13 и 2 сантиметра значит высота опять же считаем количество рапортов потому что я совершенно уже не помню раппорт узора у нас 8 рядов в одном раппорте узора у нас два перекрещивания сначала у нас петли все перемещаются и соты сдвигаются вот если мы берем вот здесь начало раппорта то вот здесь первое перекрещивание было вот здесь первое вот здесь второе и участок получается от до вот так выглядит это один раппорт узора высоту значит здесь два здесь три четыре четыре раппорта высоту это 32 ряда по 8 рядов до соответственно здесь же я и напишу что 32 ряда равны замеряем кромочные петли вот петля закрытия косичка она не в счет и и вот здесь вот эта полу косичка она тоже не в счет получается у меня значит 13 и 4 сантиметра почти квадрат 13 и 4 сантиметра тема зеленый фломастер сразу вам скажу что здесь возможно будут где-то миллиметра разницы не обращайте на это внимание потому что я уже все рассчитала все связала и иногда бывает так что когда второй раз меряешь где-то вот миллиметр округ лишний в ту сторону поэтому мы сейчас делаем расчеты просто для того чтобы понять принцип этих расчет значит смотрите петли берем сначала ширину у нас 32 петли будем вот так писать 32 петли это 4 раппорта узора разбивать раппорты мы не будем в общем считать по петлям и будем считать по количеству раппортов потому что такой узор мы не можем разбить взять не 32 петли к примеру а 34 петли потому что две петли будут постоянно но не при деле да это будет смотреться не суразно как-то поэтому мы будем считать целыми сотами значит 13 и 2 это у нас 4 раппорта узора еще у меня такой огромный калькулятор я не буду его светить в кадре потому что он будет нам мешать работать положу его сбоку и буду считать за кадром надеюсь что я его не дрохну на землю значит 13 2 сантиметра это у нас ширина не петель опять же да здесь 32 петли но это 4 раппорта поэтому 13 2 я делю на 4 раппорта получается что у меня один раппорт узора сот равен в ширину 3 и 3 сантиметра сейчас мы должны понять сколько же раз сколько раппортов узоров у нас войдет в величину 22 сантиметра 22 сантиметра это та ширина минимальная которого мы должны получить на центральной панели нашего тела мы делим на 3 и 3 сантиметра это у нас ширина одной соты 22 делим на 3.3 равно 6,66 и так до бесконечности там по моему все равно не округлит значит округлять мы естественно будем большую сторону потому что если округлим в меньшую сторону то у нас ширина панели передней вот этой сот получится меньше соответственно значит округляю я до 7 и сейчас расскажу вам почему у меня не 7 у меня на самом деле не 7 значит проверяем 3 и 3 ширина одной сотины умножаем на число увеличенное в большую сторону пока что я напишу 7 и получается у нас в общем если мы возьмем 7 рапортов это получится 23 и один сантиметр почему я вообще в своем свитере взяла 8 рапортов потому что мне хотелось получить четное количество четное количество рапортов для того чтобы мне потом было удобнее делать убавки на горловине поэтому я наверное и вам порекомендую все-таки увеличить в большую сторону количество рапортов до четного то есть в большую до 8 рапортов и получается что 8 рапортов уже получится 33 умножаем на 8 равно 26 и 4 сантиметра это 8 рапортов 100 без каких-то изнаночных петель по краям от них вот и получаем что наша передняя часть вот здесь получится 26 и 4 сантиметра как напереди так и на спинке сантиметра и я в скобках укажу что это 8 рапортов потому что потом нам нужно будет все это перевести в петли значит вот эта величина у нас из 53 сантиметров общей ширины нашего переда или спинки 26 4 мы уже распределили осталось еще какое-то количество до чуть меньше половина для того чтобы нам всунуть жгуты и по обе стороны и добавить петельки для того чтобы выйти на целую ширину значит сейчас нам нужно высчитать да сколько же у нас осталось свободных незадействованных сантиметров на обе стороны 53 сантиметра минус 26 и 4 которого ушло на сотом 26 и 4 получается 26 и 6 почти столько же вам половина 26 и 6 у нас уйдет вот здесь 20 этот участок и вот этот всего 26 и 6 мы разделим эту величину на 2 то есть вот здесь у нас должно быть 13 и 3 сантиметра пока это еще и здесь столько же у нас здесь образец вот так что мы сделаем что нам долго не мучиться мы возьмем наш образец тот самый где у нас жгут и и участки вот этих дорожек и попробуем посмотреть чтобы нам тут сильно каждый кусочек не замерять мы попробуем посмотреть что у нас впишется вот в эту величину потому что вот у нас представим средняя панель вот это в масштабе конечно другом соты дальше у нас пойдет два жгута вот этих и оставшаяся часть лицевые изнаночные петли значит представляем что там у нас соты и мы должны померить ширину двух изнаночных то есть от кромочной мы ее отвернем двух жгутов и дальше в ту сторону пока не увидим 13 3 смотрим что у нас пишется почему меряем с изнаночными потому что между сотами и жгутами должна быть дорожка из двух изнаночных иначе все склеится значит отворачиваем аккуратно цепочку не не бойтесь что вы ее шире сделаете это нормально кофта ведь тоже будет процессе носки растягиваться и меряем в самом широком месте не вместе переплетение хотя в принципе это не особо важно значит расправляем наш образец аккуратненько и смотрим до какой поры у нас будет 13 и 2 что у меня 13 и 2 вот это место выпадает на середину дорожки из двух изнаночных петель это очень отлично потому что оно могло выпасть например на дорожку из лицевых петель и зацепила бы всего одну лицевую петлю у меня не такой вариант у меня все получилось как нельзя лучше поэтому мои 13 и 3 до 13 2 13 3 вот я немножко подрасту ну потому что однозначно все равно то в процессе носки расправиться изделия она не будет вот так постоянно держаться это однозначно значит выпадает на середину вот этой дорожки соответственно у меня помимо сот с каждой стороны будет влазить вот такой кусочек из дорожки из двух изнаночных жгут дорожка жгут дорожка 6 лицевых и 1 изнаночная соответственно этот кусок я сюда и вставлю и я напишу что у меня здесь два жгута здесь у меня две изнаночные значит здесь два жгута снова 2 изнаночные 6 лицевых и 1 изнаночная которая вот частично до попала в эту ширину и это все и будет мои 13 3 сантиметра такая же такой же набор петель будет соответственно и с этой стороны и вот у меня и получается что 13 3 с одной стороны набор петель набор смысле ну комплект до 26 и 4 у меня соты мои и такая же конструкция с этой стороны 13 и 3 получается 53 сантиметра ровно у меня на самом деле первый раз такое что мне не приходится изгаляться да что получилось прям тютелька в тютельку по узору потому что это не лицевая гладь где вы плюс-минус одна петля могло случиться так скорее всего так будет у многих что выпадет вот это 13 и 3 пусть у вас будет не 13 а 15 например до 15 сантиметров может выпасть на к примеру посмотрите на вот серединку вот второй дорожки это тоже неплохо потому что вот здесь у вас будет бачок и симметрично на спине то есть здесь будет три лицевые от второй дорожки и симметрично на спине будут эти же три лицевые и в развороте у вас получится целая дорожка из лицевых петель и я надеюсь вы понимаете о чем я говорю да то есть у вас у меня на боках по расчетам хватило места вот здесь между жгутами только на две дорожки а у вас хватит на 3 если у вас получилось например что вам нужно дополнить вот здесь не 13 3 а например 16 сантиметров меряем снова до 16 сантиметров и выпадает что захватила к примеру не 3 петли а 4 петли лицевые от следующей дорожки соответственно вам нужно если вы оставите это так до 4 всего то вам нужно то же самое будет сделать и с обратной стороны ведь будете тоже вязать вы можете выбрать или пустить действительно здесь 4 и здесь тогда будет 4 лицевые у вас будет посередине просто дорожка из лицевых петель шире она будет из 8 петель и это не будет никак портить изделие соответственно или вы можете эти две петли до чтобы не портить дорожку из 6 чтобы все было идеально гармонично чтобы у вас здесь было не 8 петель а все те же 6 но эти две петли все равно нужно где-то вставить потому что не хватит ширины и у вас есть выбор вы можете вставить их в виде изнаночных петель можете вставить эти изнаночные петли вот здесь между жгутами до можете вставить эти изнаночные петли между панелью сот и жгутом первым вот здесь у вас тогда будет дорожка мест вместо 2 изнаночных метель у вас будет 3 если вам нужно добавить например выпало так что у вас 5 лицевых захватила до из второй полоски но шире объем больше ваш мужчина то вы соответственно 5 должны и на спинке пустить и тогда ваша дорожка будет 5 здесь 5 здесь представляем что здесь такая же и будет 10 петель лицевых которые нужно добрать соответственно если вы не хотите пускать 10 лицевых на боку потому что это бог якобы то вы можете оставить опять же 6 лицевых но 4 петли добрать и пустить например здесь вместо 2 3 петли и здесь также то есть там был выбор или или а здесь и здесь и здесь здесь одна добавится и здесь одна добавится петля ну и соответственно со второй стороны до отсюда относительно тоже будет 1 добавится изнаночная вот здесь и 1 между жгутами и получится 1 2 здесь соты 3 4 4 петли недостающие вы добавите то есть просто в зависимости от ширины именно вашего переда или спинки неважно вы добираете необходимое количество петель таким образом или пускаете дорожку вот эту шире или добавляете изнаночные петельки между узорами ну конечно выбираете в сторону если будете добавлять изнаночные петли выбирать и все-таки вот здесь междуажками или между жгутами и сотами если вдруг еще будет необходимость хотя там уже можно будет дорожку вставлять целую до можно здесь то есть вот между лицевыми дорожками нежелательно вставлять это будет уже не так смотреться чем я надеюсь что вы меня поняли все все расчеты не поверите я подложу не листик чтобы нас не отвлекало ничего значит у нас получилось что у нас набор петель следующее это одна изнаночная петля я сейчас говорить буду только про половину потому что вторая половина будет в моем случае полностью симметрично вашим тоже на только у вас будет немножко другой напор петель у вас начнется возможно не с одной изнаночной а с 3 лицевых как если бы про 15 сантиметров говорили значит у меня одна изнаночная дальше у меня идет дорожка из 6 лицевых дальше у меня идет дорожка из двух изнаночных это здесь написано дальше у меня здесь написано 2 жгута 2 жгута свою очередь я вот так сверху напишу и такую фигурную скобку состоят два жгута из чего из 6 лицевых между ними 2 изнаночные еще 6 лицевых это и есть два жгута и вот здесь у меня еще две изнаночные это вот и есть 13 3 сантиметра мои 13 и 3 сантиметра это количество петель которая будет расположена на участке 13 3 сантиметра дальше следующий участок я не там начала который у меня 26 и 4 сантиметра в равен 8 раппортам 8 раппортов это значит 8 раппортов я буду писать так что было понятно в каждом раппорте у нас 8 петель помните да соответственно вот здесь на вот этом участке у нас 64 петли и смотрите если мы сейчас посмотрим на образец с лицевой его стороны то каждый раппорт у меня начинается с двух лицевых четырех изнаночных не начинается состоит из двух лицевых четырех изнаночных двух лицевых соответственно я вот здесь копках скобках напишу 2 лицевые плюс 4 изнаночные плюс 2 лицевые и вот это все мы повторим 8 раз получается что когда у вас будут когда у вас будет 2 раппорт у вас будет в итоге 2 лицевые относиться к первому раппорту 2 лицевые относиться будут ко второму раппорту да и получится 4 здесь в серединке но закончится но симметрично как начало с двумя лицевыми так и закончится на лицевыми это следующий участок ну и последний третий вот эта часть вот она уже будет здесь она равна тоже 13 и 3 сантиметра и тот же я вот так хэштег типа напишу тот же набор петель вот и считаем что у нас здесь 1 плюс 6 7 8 9 15 16 17 23 24 25 25 петель плюс 64 это сотые и плюс 25 петель это те же самые 25 петель которая расположена симметрично с другой стороны все это дело мы сейчас плюсуем 25 плюс 25 и плюс 64 это 114 петель 114 петель это один участок 53 сантиметра равны 114 петлям поскольку вязать мы будем тело по кругу без швов зачем нам швы то это величина для того чтобы получить 106 сантиметра вот здесь это 114 умноженное на 2 перед и спинка и всего получается у нас в работе на теле свитера будет 228 петель это на мой сорок шестой размерами на мой на мужем не до того что вы еще очень далеко значит ну мне кажется что все в принципе более менее просто и понятно несмотря на то что он кажется каким-то сложным худи будем называть вещи правильными именами будет довольно простым в вязании особенно в начале потому что это просто прямое полотно вы как раз таки увлечусь этим процессом да просто прямо вязать и потом уже будем знаете от простого к сложному на рукавах у нас появятся прибавки ну а реглан будем собирать уже все вместе образец лицевой глади нам понадобится только когда будем взять уже капюшон поэтому не удивляйтесь что он нам сегодня не пригодился итак у нас есть количество петель попадаю или нет наверное нет 228 петель это начало моей работы но это начало работы это количество петель которое нужно мне для узора соты шкуты дорожки из лицевых петель а само изделие вообще по факту начинается с резинки да мы же не можем оставить вот такой край или просто набрать петли и начать вязать для этого мы будем набирать петли на цепочку из воздушных петель и потом в конце работа мы эти петли вскроем и рассчитаем какую нам нужно связать резинку сколько нам нужно делать убавок в полотне чтобы резинка получилась гармоничная да то есть чтобы не юбочка не стояла чтобы она выполняла свою функцию заужалась немножко к низу поэтому вязать мы будем сначала тело по узору потом только будем в конце вязать резинку ну и образца у меня к сожалению тоже нет значит теперь для того чтобы нам начать вязать нам понадобится дроссовая нить о которой я ничего не сказала вначале любая ниточка у меня есть моток ланы голд я не буду уже его показывать далеко за ним идти из него была когда-то связана шапка и потом она была безбожно безбожно распущена соответственно эта ниточка уже навязать для вязания не так пригодна поэтому я использую для всяких таких целей мне ее не жалко значит что вы должны сделать мы должны набрать цепочку из воздушных петель длиной в 228 петель но поскольку мы будем поддевать петельки на спицу за цепочкой то есть не из стеночек косички а именно из цепочки сзади то плюс одна петля а вообще на самом деле я набрала просто длинную цепочку ниточку не обрывала и набирала петли на спице и именно считала петли на спице поэтому все равно вы будете петли потом пересчитывать поэтому просто наберите длинную цепочку нитку не обрываете ну вот вы набрали цепочку например я сейчас небольшую наберу и ниточку вот так вот вытянули сильно чтобы она не убежала и начинаете набирать уже петли на спице закончилась у вас цепочка петель не хватает вы вставили крючок и довязали дальше значит откуда будем набирать петли из цепочки из воздушных петель не из этой косички прекрасный а вот здесь из вот этих перемычек сзади да вот и сейчас вот так сделаю а цепочка косичка это осталось не задействована то есть крючком нужно набрать если у вас крючок как у меня меньшего размера то соответственно я и набирала эту цепочку я стала и мне стало неудобно набирать эту цепочку довольно рыхло чтобы мне ничего не мешало потом набирать огромные воздушные петли чего я никогда не делаю когда вижу изделие крючком огромная цепочка должна у вас быть помните на 228 ваше количество петель плюс 1 потому что тогда не хватит вот этой задней перемычки значит теперь после того какую цепочку связали вы вставляете крючок под каждую вот эту перемычку да берете уже рабочую нить которую будем вязать сам само тело свитера само изделие оставляете здесь нормальный конец чтобы он вас никак не смущало не пугал в процессе вязания и поддеваете и выводите петельку вот эта петелька уже должна быть нормальной плотности нерыхлая поддеваете следующую перемычку заднюю крючком захватываете вытягиваете вторую петлю третью четвертую пятую эти петли они у вас уже фактически рабочие вы дальше будете из них вязать набрали какое-то количество петель но у меня крючок удобный для этих целей он мне позволял набирать много петель если значит у вас такой как у меня или без ручки то вы просто в обратную сторону перетянули и на рабочие спицы на которых уже будете вязать само изделие петельки эти перевели вязать мы будем на круговых спицах потому что изделие у нас бесшовное если у вас крючок не позволяет сделать это сзади да то есть вывести если у вас на крючках на всех ручка то вы соответственно просто будете все петли возвращать просто с этой стороны обратно деле а вообще если наловчитесь то это можно сделать и спицы на самом деле то есть не хочу чтобы спица стучала прям спицы поддеваете кончик захватываете не выдеваете петельку опять заднюю цепочку заднюю перемычку эту и вытягиваете набираем 228 петель и здесь именно тот случай когда не нужно как мы на шапках делаем добавлять одну петлю для того чтобы замкнуть вязание в круг нам ничего замыкать надо мы потом в обратную сторону будем продолжать вязать в общем вы набираете на спицы нужное количество петель 228 обязательно все их пересчитали и приступаете вязанию вязать будем не с какой-нибудь волшебной точки а конкретно от начала вот от якобы шва до условного и у вас есть вот такой вот разбор петель вы можете смело просто можете себе расписать то чтобы у вас была такая конкретная вот 1 изнаночная 2 лицевые 1 изнаночная там 6 лицевых такая схема но вы помните должны помнить о том что вот здесь это в таком порядке а вот здесь это в зеркальном то есть вот здесь у вас вот эта часть начнется уже не с одной изнаночной а в обратном порядке 2 изнаночные 6 лицевых 2 изнаночные 6 лицевых 2 изнаночные 6 лицевых 1 изнаночная и начинаете вязать я уж вязать не буду но просто якобы начну вместе с вами значит смотрю вот сюда и 228 петель провязываю выставляю петли под узор провязываю 1 изнаночная 6 лицевых то есть вот эти 13 3 сантиметра в обратном порядке провязала дальше у меня соты две лицевые 4 изнаночные 2 лицевые и так восемь раз и вам честно скажу когда я сотые вязала петли выставляла чтобы не запутаться я вешала маркеры после каждого раппорта потому что не хотелось мне расколыривать петли то есть я взяла большое количество маркеров или можно булавочки ниточки перекладывать просто временно для первых от рядов провязали одну сотину 2 лицевые 4 изнаночные 2 лицевые и положили ниточку между петельками вот так вот да вы провязали вот просто перекинули цветную ниточку чтобы вы могли посчитать эти ниточки провязали 8 раз и вторую часть в обратном порядке то есть здесь у вас начинала с одной изнаночной здесь должно закончиться и это половина петель 114 помните провязали 1 114 петель и потом вторые 114 петель точно в таком же порядке опять изнаночная 1 6 но у вас своя схема да и получается что у вас на спицах будет уже готовые будут петли для работы и вы начинаете считать рядочки это был первый ряд до уже провязаны то есть то что вы набрали петельки подняли из цепочки это еще не ряд а вот когда вы его уже провязали первый ряд выставили все петли изнаночные лицевые для рапортов для вашего для вашего узора это уже первый ряд на счетчике отметили первый ряд и начинаем непосредственно вязание самого тела считаем ряды и помним что вот здесь как и в образце я сделала первое перекрещивание в восьмом ряду соответственно я следила за счетчиком в каждом четвертом в каждом четвертом то есть 4 8 12 16 20 я делаю перекрещивание в сотах в каждом десятом начиная с восьмого то есть 8 28 38 я делаю переплетение в жгутах иногда совпадала так что мне в одном ряду нужно сделать переплетение и в сотах и в жгутах в этом нет ничего страшного значит дальше вяжем тело но нужно же понять какая высота будет тело поэтому возвращаемся обратно к тому моменту где у нас была высота значит нам нужно высчитать сколько же нам рядов нашего тела в высоту провязать помните мы снимали такую мярку которая была от начала манжета на кофте где мы эскиз вот от этой точки без резинки да просто узор от этой точки до района подмышечной впадины вот здесь у меня вот эта величина была равна 39 сантиметров значит я беру высоту своих сот помните мы вначале мерили 32 ряда это у меня в образце значит 32 я делю на количество сантиметров которые заняли это эти 32 ряда это 13 разделить на 13 и 4 и умножить на количество сантиметров которые вам нужно получить у меня 39 длина вас возможно больше у меня муж не очень высокий рост у него 176 сантиметров и равно 93 1 13 в общем 93 ряда здесь не настолько важно чтобы было обязательно ровное количество рапортов потому что дальше после того как мы присоединим рукава то есть мы сейчас будем вязать вверх до момента присоединения рукавов это у нас район подмышечной впадины вот здесь когда мы рукава присоединим мы сутки будем продолжать вязать вверх то есть вы для себя просто пометите в каком ряду закончили для того чтобы вам когда мы соединим все продолжить по схеме переблетать и соты и жгуты на теле да вы понимаете поэтому вы набрали все свои петли распределили их аккуратненько по узору все проверили чтобы вам ничего не распускать и посчитали сколько вам вверх сантиметров нужно связать давайте я покажу вот так значит высота тела высота тела до подмышек напишу до того момента когда нам понадобится уже готовые рукава о которых расскажу в следующей части высота количество образец до высота его 32 ряда делим на количество сантиметров которые эти 32 ряда заняли 13 и 4 сантиметра и умножаем на высоту вот этого тела вы здесь и напишу 39 сантиметров это у меня умножаем на тридцать девять сантиметров это равно 93 напишу . 134 ряда ну и конечно же я свяжу или 93 94 ряда как мне будет удобнее потому что вот вот эти доли они сильные роли не сыграет если у меня свитер будет длиннее в итоге на 2 миллиметра я не расстроюсь вот вот и все что нужно было сегодня мне вам рассказать наконец-то итак подведем итоги мы разобрались с тем как распределить это все распределили у нас есть четко раскладка потому где какая петля мы набираем петли на цепочку из воздушных петель и начинаем вязать распределяем петли по вот этой вот наши раскладки до два раза потому что мы разложили для одной части а у нас круговое вязание это перед и потом также спинка ну или можете перевернуть до суть от этого не меняется 1 изнаночная она все равно останется в начале провязываете по прямой вверх девяносто три ряда в моем случае у вас ваша высота не забывайте выполнять переплетение в сотах в каждом четвертом ряду и жгутах в каждом десятом но первое переплетение делала в восьмом ряду значит восьмой а потом плюс десять восемнадцатый двадцать восьмой тридцать восьмой сорок восьмой и так до конца провязываете ваше тело петли закрывать необязательно потому что я говорила я снимала для того чтобы вам показать и постирать можете конечно тоже постирать до закрыть петельки крючком постирать или возможно у вас есть лески которые с заглушками до постирать ваше тело разложить высушить и посмотреть все ли хорошо получается и что вяжите тело и в следующей части мы приступим с вами к рукавам там все просто очень свяжется рукав быстро один-второй и можно будет уже соединять все детали нашего изделия в одно а там уже начнется самое интересное на этом у меня сегодня все спасибо вам большое за просмотр удачи вам вязание тела увидимся в следующих видео и пока-пока а